Как мы уже сообщали, 1 марта в первом апелляционном суде общей юрисдикции города Москвы началось слушание дела Александра Забенкова. Это известное дело, которое приняло большой общественный резонанс, и все ждали, когда будет проверяться приговор Тверского областного суда, вынесенный в сентябре, с точки зрения его законности. Поскольку на приговор было принесено апелляционное представление государственного обвинителя, участвующего в процессе, и потерпевшими Турач-Магомедовым, Ордынской и Федяевой были поданы апелляционные жалобы. В зале апелляционного суда присутствовал сам Александр Забенков с адвокатом Галиной Иванцовой, потерпевшая Светлана Федяева с адвокатом Элиной Врацкевич, адвокат потерпевшего Турач-Магомедова. В зал судебного заседания была допущена супруга Забенкова Марина. Дело рассматривается коллегией из трех судей. Были зачитаны достаточно подробно, почти дословно, и представления, и все три жалобы потерпевших. Но при выяснении вопроса об участии одного из потерпевших Турач-Магомедова, выяснено у адвоката, что он выражал желание участвовать, а потом вроде как передумал. Но официальных сведений у суда не было о том, что он либо желает, либо не желает, поддерживает жалобу или не поддерживает жалобу, которую написал на приговор Тверского областного суда. Слушание дела отложено для решения вопроса о явке потерпевшего на судебное заседание. По словам Галины Иванцовой, атмосфера вокруг этого дела по-прежнему напряженная. Приговор Тверского областного суда, оправдавшего Забинкова, не вступил в законную силу. А тем временем семья Забинкова пережила еще один удар. Его отец не дождался апелляционного суда и умер. 9 февраля. Трагедия в этой семье практически, которая произошла 2 мая 2020 года, до сих пор еще откладывает определенный свой отрицательный отпечаток. Как мы уже сообщали, очередное заседание апелляционного суда состоится 22 марта. Как говорят, Надежда умирает последней, но мы считаем, что приговор вынесен законный, обоснованный, с условием соблюдения всех прав участников процесса, в том числе и потерпевших, и в частности Турач Магомедова, который сейчас в жалобе пишет, что он желал бы участвовать на опрениях, но не приезжал, так же как и в апелляционную инстанцию желает приехать, но не приезжает, что вызвало отложение дела 1 марта. Я думаю, что приговор вынесен законно, без всяких нарушений материального права и уголовно-процессуального права. Отметим, все три жалобы потерпевших и апелляционное представление прокурора содержат просьбу отменить приговор Тверского областного суда и направить дело на новое рассмотрение в новом составе суда. Мы следим за ходом событий. Продолжение следует...